Всем привет! Меня зовут Коновалова Анна, в эфире программа «Есть после шести» и я люблю вкусно кормить и приятно удивлять. Сегодня наша программа пойдет под девизом «Гости на пороге». Неожиданные гости, такое иногда получается, свершается, и поэтому я приготовила для вас несколько быстрых очень рецептов, которые вы сможете удивить своих близких. Итак, для первого рецепта нам понадобится вот такой замечательный батон, сыр колбаса, кетчуп и майонез. И мы будем делать быструю пиццу. Для этого мы возьмем сначала противень. Духовку мы поставили на разогрев 180 градусов. Противень. У нас вот элементарный батон, который может у вас остаться дома, не знаю, после вчерашнего, либо очень часто сейчас в наших магазинах есть большое разнообразие нарезного батона, что тоже может вам послужить в помощь. Итак, батон мы разрезаем пополам, прям вот так. Вот такая красота. Вот. Кладем его сразу на противень и приступаем к сыру и колбасе. Но сначала я возьму майонез и кетчуп. Открою их. И прям вот так вот на батон. Вот так. Все очень просто. Ничего сложного, но вы сможете накормить гостей горячим и вкусным блюдом. Когда это будет с пылу жару, это будет очень вкусно. Так. Берем ложку. И все это нужно нам аккуратно перемешать и размазать. Вот так, по всей поверхности. Чтобы немножко пропитать наш батон. Все делаем по-быстренькому. Вот. Звонок в дверь. Здравствуйте. Мы вас ждали. Роман. Здравствуйте. У тебя... Здравствуй. У тебя случалось такое, что неожиданно приходили гости? Да. Так вот, рецепт. Именно для этого. Нам понадобится... Терка. Терка. И мы начнем с колбасы. Почему на терке? Потому что я... Ну, чтобы она хорошо пропеклась в духовке. И мы натираем колбасу. Сейчас мы красиво все это уложим. Будет потрясающий вид. Все это зажарится, запечется. Будет очень-очень вкусно. Ну, судя по батону, у нас гостя два всего, да? Ну, это же можно аккуратно потом разрезать. И все. И мы сможем накормить большое количество людей. Закуска подойдет, как к пиву. Смотрите, что я делаю. Тут же, не отходя, как говорится, от кассы, я все это дело раскладываю. Очень хорошо получится, если на отдельные кусочки, как я говорила уже, нарезаны, да? Бывает, продается батон нарезанный. Это очень красиво. И получается порционно, порционно все это выглядит. Но если нет, то, пожалуйста, это. Почему именно батон, а не хлеб, да? Потому что батон, он немножко мягче. Так, готово. И тут же ничего не надо не убирать. И тут же натираем сыр. Натираем сыр на эту же терку. Так, не отходя от кассы. И аккуратненько засыпаем все это вот так с сыром. Ну, вот те же самые бутерброды, да? Та же самая пицца, только это без теста. Это то, что у нас есть дома всегда. Так. Аккуратно все кусочки соберем. Аккуратно все это разложим, чтобы это было красиво. Соберем с доски. И все в дело. Все, друзья мои. На этом наша пицца по-быстрому готова. Так, и мы ее ставим в духовку. В духовку на сколько ставим? Духовка у нас разогрета 180 градусов. Оставим по готовности. Будем смотреть сейчас, как запечется сыр и пропечется колбаса. Все. Ну что, наша пицца по-быстренькому запекается в духовке. А я приступаю к салату. Салат тоже по-быстренькому. И для этого мне понадобятся огурчики, банка горошка, перчик, кунжутные семечки, соевый соус. Ну, в общем, все по-быстренькому, и что есть у каждой хозяйки в холодильнике. Так, мне понадобится что? Тарелочка. Вот такое. Возьмем блюдо, чтобы нам все это смешать. И начну я, как ни странно, с лука. Лук я нарежу маленькими кубиками. Люблю очень лук. Кладу его практически везде, если готовлю. И делаю вот такие надрезы, чтобы сделать маленький квадратик. Я его сейчас немножко замариную. Пока я буду нарезать огурчики, он у нас замаринуется. Получается такой маленький квадратик. Вот так. Не боюсь, что он мне будет щипать глазки, и что я тут перед вами разревусь. Абсолютно нет. Вот так. Салат очень простой. Очень вкусный. Меня любят друзья этот салат. И когда неожиданно они приходят ко мне в гости, я по-быстренькему его делаю. Причем он идет хорошо как на закуску, как просто на посиделке. Вот так. Возьму ложку. Так, ложка, ложка, ложка. Соевый соус. Какой у вас есть? Буквально половиночку. Столовой ложки. Мой любимый перчик душистый. Смесь перцев. Очень люблю этот перец, эту приправу. Вот сюда. Для аромата и вкуса. Так, кунжутное семя позже. И мне нужно растительное масло. А, если есть у вас в обиходе вот такое кунжутное. Спасибо, Роман. Так, потрясающий аромат. Я его очень люблю. Совсем немножко, чтобы не перебить вкус. Совсем капельку. Оно очень ароматное, его достаточно совсем немножко. Ну и, конечно, растительное масло. У нас новая бутылка. Мы ее вскрываем. Вот так. И эту штучку мы не выбрасываем. Мы ее опускаем туда вниз. Я все так делаю. Чтобы масло, когда наливаешь, оно будет литься маленькими порциями. И также в растительную ложку масла. Если будет мало, мы потом добавим чуть больше. Да, я немножечко добавлю еще. Все. И наш лук начинает мариноваться. И пока он маринуется, мы нарежем огурчики и добавим горошек. Так, огурчики. Вот, пожалуйста. Как всегда, попки все срезаем. И идет нарезка. Я люблю резать огурчики тоненько. Соломкой. Тогда их приятно кушать. И потом вот таким. Получается очень красиво и тоненько. Вот таким. Вот так. Конечно, сейчас большое разнообразие овощей, фруктов. Нужно этим пользоваться. Запасаться витаминами, как говорится, на зиму. Вот так. А может быть, можно еще маринованными заменить? Нет. Маринованные, понимаешь, там свой специфический вкус после маринада. И поэтому, мне не нравится, честно, Рома, я тебе скажу. Поэтому я предпочитаю всегда салат вот со свежих огурчиков. А если вот у меня нету просто огурцов дома обычных? Ну, не успел собрать еще. Положи сюда помидор. То есть можно поменять на помидор? Конечно. Мне кажется, любой овощ, который вам, ну, можно перец сюда добавить, покрышите. Я всегда говорю так. Кладите все, что вы любите. Люблю этот звук. Самое главное – безопасность. Да. Тогда у тебя находится в руках свой нож, любимый. То у тебя все получается. Почему иногда, вот я смотрю передачи, да, как кулинарные, очень люблю их смотреть. И почему, когда приходят, смотришь кулинарную программу, каждый повар приходит со своим ножом. Ну, это вот к ножу привыкаешь. Незаменимый атрибут. Да, совершенно верно. Ну, и продолжаем. Еще два огурчика. Ты знаешь, я вот этот салат, вот, добавляю огурец, а еще я делаю дома просто банка горошек и лук. То есть все, больше никаких ингредиентов. Ничего, растительного масла, перчика. Перемешала, все. Это настолько… Вот попробуй дома. А можно еще заместо огурца вместо добавить селедку. И все, это уже другой салат? А, да. Я очень люблю, кстати, вот покупаю дальневосточную нашу селедку в баночках матье. Безумно вкусная. Она уже там без косточек, просто одно филе. И вот банку этой селедки, скажем так. Потом туда головку лука. Горошек. И все. И ты отвариваешь картошечку в мундирах, и что может быть прекраснее, да если еще под рюмочку водочки. Ну, это уже дело такое. Да. Но очень вкусно. Поэтому вот так. Не забываем смотреть нашу пиццу. Сыр начинает плавиться, начинается запекаться. Что нам и нужно. И у нас остался последний огурчик. Вот так. Вот так. Вот такими колечками. у нас идет нарезка. Так. 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 Как-то наша пицца? Уже вроде расплавился сыр. Надо, чтобы все запеклось хорошо. Поэтому спешить не будем. Сколько примерно времени уходит на такую пиццу? Да. На минут 15 получается. Ну, 20 от силы. Я еще говорю в зависимости от духовки. Потому что как бы там мы можем говорить 15, но духовые шкафы у всех разные. Производители разные. И поэтому все смотрим по готовности. Не забываем туда заглядывать. Это идет в мойку. И у нас остается горошек. Сливаем водичку. Слить нужно водичку. Вскрываем баночку. И высыпаем все сюда. Теперь мы аккуратно все это перемешиваем. Лук наш настоялся. Он приобрел вкусный, вкусный аромат. Все. Наш салат по-быстрому готов. И мы его перекладываем вот в такую прекрасную тарелочку. И вы посмотрите, какая тут красота. Конечно, сюда можно добавить зелень, если у вас есть укроп, лук. Зеленый, да, перышками. Все это можно сделать. Все, что у вас есть в холодильнике. Для аромата. Вот. Какая красота у нас получилась. Я даже не пробую, потому что знаю, что это очень-очень вкусно. Ну и у нас на подходе наша пицца. Итак, пицца печется. Салат сделан. И на чай нужно напоить гостей чаем. И для этого тоже очень быстрый рецепт творожной косички. Итак, нам понадобится творог. Пачечка творога. Два яйца. Мука. Разрыхлитель. Ванильный сахар. И просто сахар. Корица для аромата. Ну что, приступаем. Берем тарелочку. И начинаем замешивать быстренько текст. Тоже делается очень быстро. Очень легко. Рецепт очень простой. Я, как говорила изначально, что мои рецепты будут простые и очень быстрые. И очень вкусные. И очень вкусные. Роман знает, о чем говорит. Это да. Так, мы выкладываем сюда наш творог. У нас пачка разрыхлителя. Все в одну емкость. Все по-быстрому. Так, сюда. У нас ванильный сахар. Сюда. У нас идет сахар обыкновенный. На такую маленькую пачку я рекомендую вам положить около трех ложек сахара. Чистую ложку. Немного будет? Нет, не будет много. Два, три. Этого достаточно. Так. Мы немножечко это сейчас перемешаем. Теперь мы вбиваем два яйца. Но делаем вот так. Одно яйцо мы вбиваем целиком. А другое... Белок вбиваем. А желток оставим для украшения. Я сполосну руки. И продолжу наше тесто замешивать. Так, это мы отставляем для украшения. Так как оно, чтобы запекался пирог и был... Косичка была румяной и красивой. Так. Все. Сахар начинает под воздействием белка моментально расходиться. Несколько минут для того, чтобы все это дело взбить. Очень все быстро. Очень все просто. Не надо ничего выдумывать. Ну и начинаем добавлять муку. Муку. Так, у меня вот сухая ложка. Вообще, я измеряла нужно до двух стаканов. Но, смотрите, мои дорогие друзья, что клейковина у муки всегда разная. И поэтому мы будем смотреть по тесту. Чтобы у нас тесто было очень тугое и плотное. И вот так вымешиваем. Все быстро. Гости пока едят наш салат. Допекается наша горячая пицца. А следом, пока будет кушаться и поедаться наша пицца, запекается наша косичка. И мы накормим наших гостей. Напоим их чаем. И все, и все будут довольны и счастливы. Самое главное, не забывать про пиццу. Да-да-да. Там все хорошо. Запекается хорошо. Я люблю, чтобы сыр, он хорошо разошелся и хорошо запекся. Потому что он потом приобретает такую хрустящую корочку. И очень вкусно. Так, продолжаем. Прям сюда посыпаем мукой. Выкладываем наше тесто. Все, очень-очень быстро. Это убираем. И замешиваем тесто. Оно должно быть густое. Тесто у нас готово. Я его замесила. И у нас на подходе пицца. Мы ее вытаскиваем. Ой, какая красота. Пахнет чудесно. Пахнет просто превосходно. Вот, посмотрите, что у нас получилось. Но духовой шкаф мы не отключаем. И мы возьмем вот такие замечательные тарелочки. И сейчас это дело переложим. Так. Лопатка. Не падать. Так. Очень горячо. Вот так. Противень мне сейчас понадобится. Ай, какая красота. Вот. Противень я не убираю. Я его сейчас приведу в порядок. И начну заниматься косичкой. Вот такой. Замечательный продукт у нас получился. А я займусь косичкой. Нам понадобится корица. Вот у меня здесь, наверное, пол столовой ложки. Этого будет достаточно. Положим сюда же. Две столовые ложки сахара. То есть смешиваем именно с корицей и сахаром. Да, с корицей и сахаром. И можно добавить, если кто любит, немножко мускатного ореха. В выпечке мускатный орех в совокупности с корицей дает потрясающий аромат. Я его очень люблю. Но если вы не любите, пожалуйста, не делайте. Можно заменить на ванилин. Да, можно ванильный сахар, конечно. Все это мы хорошо перемешали, отставили. И занимаемся нашим тестом. Смотрите, какое упругое тесто у меня получилось. Вот вам нужно добиться такой же консистенции. На стол также у нас идет мука. И мы начинаем раскатывать его. Это делаю очень быстро, ловко. Так как я люблю заниматься тестом. Так, и у меня была скалка. Вот она. И мы... Так скрипит. Музыкально? Да. Так. Раскатываем. Тоненько надо раскатать нам наше тесто. Я раскатала очень тонкий блин. Сейчас немножко я сбрызну его растительным маслом. Чуть-чуть. Возьму кисточку. И немножечко его по всему тонкому блину я его распределю. Так, готово. Берем наш сахар, мускатный орех и корицу. И вот так обильно посыпаем. Вот так, для аромата, для вкуса. Все это будет потом плавиться, запекаться. Также можно взять, например, тростниковый темный сахар сюда подойдет. Он очень хорошо плавится. И начинаем закатывать рулетик. Делаем наш тонкий, красивый рулетик. Вот так, очень аккуратно. И краешки мы защипываем. Переносим это дело на пергамент сразу. То же самое проделываем со вторым кусочком. Блин готов. И я делаю то же самое. Немножко забрызгнула растительного масла. Размазала. Чуть-чуть. Совсем немножко нужно. И полностью повторяем процедуру. Да, полностью нужно повторить то, что мы сделали с первым. Это отправляем. Посыпаем. Нашей смесью ароматной. Распределяем, стараемся по всей поверхности. Вот так. Легким движением руки. Вот так. Это все. Мойка. И заворачиваем наш рулетик. Допустим, можно что-то еще на что-то заменить? Ну, я не знаю, там, за место сахара что-то положить другое. Ну, джем какой-то там. Можно джем. Как вариант, либо варенье. Ну, не ем, допустим, у меня сахар еще. Как варенье, да, джем. Почему нет? Ну, я-то сахар ем. И теперь вот наши два рулетика мы разрезаем по серединке, ровно по серединке, до самого конца, чтобы мы могли это все дело раскрыть. Так. Так. И здесь тоже. Сейчас я вам все покажу. Кончики каждой серединочки надо склеить, чтобы они не раскрывались, наши пластики. Вот так. И что мы делаем? Мы нашу косичку заплетаем. Вот так, легким движением руки. Переплетаем все это дело. И соединили. Можно немножко наши края пораскрывать. Вот такая красота должна у нас получиться. Так. И делаем то же самое со второй косичкой. Сюда ее родную. Сюда и вот сюда. И соединили. А теперь... Вот. Вот что должно у нас получиться. Наш желток, кисть. И мы аккуратно смазываем нашу косичку, чтобы при запекании она была очень румяная и красивая. Очень аккуратно, не торопясь, чтобы попало на все кусочки теста. И вот такая вот красота. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что рецепт очень простой, очень легкий. И я уверена, что... И красивый. И красивый. Главное, что будет очень вкусно. И я уверена, что у вас обязательно все получится. Вот такая красота у нас получилась. И мы отправляем ее в духовку. Духовка у нас разогрета 180 градусов. Выпекаться будет, опять, в зависимости от 20-30 минут. И идем в духовой шкаф. Ждем, пока наша косичка спечется. Итак, время подошло. Наши косички выпекались 20 минут, и мы их достаем из духовки. Итак, я отключаю духовой шкаф. Так, 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 так. Так, все. И вот такая красота у нас получилась. Посмотрите, какие они румяные, красивые. Духовой шкаф закрываем. И я сейчас постараюсь переложить их. От пергамента должно все отойти аккуратно. Ой, красота какая. Посмотрите. А, горячо. Очень красиво. Красиво. Вот так. Так, это мы уберем. Маленький штрих. Кунжутные семечки на салатик для вкуса и украшения. И вот сюда бы я еще добавила. Сейчас, друзья мои, найду. Вот, есть. Не знаю, тут есть такая штучка или нет. Нет. Да. Ну, хорошо. Я сейчас попробую вот так сделать. Сахарная пудра. Сахарная пудра для красоты. Вот так. Вот. А что у нас просыпалось? У нас творческий маленький беспорядок. Вот. Итак, гости на пороге. Что у нас получилось? Быстрая пицца. Салатик по-быстрому. И вот такая творожная, замечательная костичка. Приятного вам аппетита. Удивляйте своих гостей. Радуйте. С вами была я, Коновалова Анна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова